Буретия не для нас, так заявляют многие прибывшие гости. По словам заместителя министра социальной защиты республики Анатолия Кириллова, многие просто плохо представляли, куда отправляются. Особенно это касается первой группы беженцев, которая прилетела к нам полмесяца назад. Обычно люди поясняют, что выезжают либо к родственникам, либо к знакомым, либо в те места, где они когда-то бывали, либо проживали. Большое желание части вынужденных переселенцев есть переехать в Тульскую область. Тоже это связано с профессиями этих людей, возможно с тем, что кто-то там побывал, кто-то имеет знакомых, родственников. Но, как показалось на первый взгляд, дело вовсе не в том, что переселенцам у нас не понравилось или что-то в этом роде. Отмечу, из 190 беженцев, прибывших в Бурятию в числе первой группы, только два человека имеют высшее образование. В основном же это дворники, доярки, плотники, разнорабочие и так далее. Так главной проблемой для вынужденных переселенцев стало отсутствие у нас подходящей работы. Изнизили 106 человек, это рабоспособное население, 106, и начали с ними заниматься. Значит, 56 мы устроили на сегодня, 9 человек еще думают, разные варианты работы мы предлагаем, думают. И 41 человек, значит, изъявили желание вернуться в другие территории. Вопрос сейчас решается по этому вопросу. А вот и семьи Жерельниковых причина отъезда совсем иная. Они приехали к нам из Донецка вчетвером, но, как оказалось, с неполным составом. На Украине остался муж Ирины Жерельниковой, как она говорит, на войне. Я ему говорю, за что ты там? Я вот переживаю за тебя. Не я, не дети, мы тебя не видим. Ты там в такой опасности. За что ты там находишься? Он говорит, я не могу просто смотреть больше, как погибают дети, как погибают люди, старики, все это. А за что они с нами так поступают, он тоже не знает. Он говорит, я не знаю. Ну вот я не могу понять, никто. Логики не поддаются их поступке. Зачем вы пришли на нашу землю? Мы же не идем к вам, понимаете? Мы же к ним не идем. Только из-за того, что мы хотим жить нормально, не хотим под фашистами жить. Разлука с любимым мужем не дает покоя Ирине. Поэтому она вместе с семьей уже сегодня отправится в Брянск, где семью Жерельниковых ждут близкие люди. Мы хотим уехать поближе к мужу, поближе к границе, так чтобы хотя бы иногда с ним видеться. Я думаю, там у нас будет больше возможностей с ним встретиться. И все-таки там не так страшно. Плюс ко всему суровый климат. Дети Ирины, Максим и Марьяны еще совсем маленькие и тяжело переживают нашу неустойчивую погоду. Но несмотря на все вышесказанное, семье Жерельниковых у нас очень понравилось. И в будущем, когда все уладится, они даже планируют вернуться обратно в Бурятию и, возможно, навсегда. Здесь нас встретили очень замечательно. Мы даже не ожидали. Очень хорошо все. Ну, естественно, были всякие трудности, но это все до такой степени мелочно, что даже не будем об этом говорить. Очень тепло нас приняли здесь. Нас, можно сказать, полностью окутали опекой и заботой. Люди, персонал, отношения. Было, ну, это не передать словами. Мы познакомились с местными жителями. Мы лежали с детьми в больнице, познакомились. Там очень замечательные все люди. Очень большое спасибо им. Они нам очень помогли, чтобы в больнице помогали. Сегодня еще порядка 40 человек отправятся поездом в Тульскую область. Отмечу, уже более 80 переселенцев выехали в другие регионы страны, такие как Челябинск, Иркутск, Нижневартовск, Новосибирск и другие. Еще около 100 беженцев разъехались по различным районам Бурятии. Наибольшее количество семей выезжает в Селингинский и Баргузинский районы. А три семьи в составе четырех человек остались в Улан-Удэ. Так, на сегодняшний день в реабилитационном центре Светлой находятся более 200 вынужденных переселенцев. В основном это женщины и дети. Их число скоро увеличится. До конца года в Бурятию планируют приехать еще около тысячи беженцев. Однако, несмотря на то, что они бегут от войны, тоска по родине неумолимо бьет по сердцу. У меня муж там похоронен. Будет осенью три года. Я не могу бросить свое жилье. Все равно мы надеемся, мы молимся каждый день, что мы вернемся. Наталья Домбаева, Александр Хомаганов. Первая альтернативная.